добрый день друзья пришла весна она и не ранняя не поздняя знаете что радует радует то что ну по крайней мере в прогнозе на ближайшие 10-12 дней не стоят метелей потому что я сравниваю с весной прошлого года а память еще не совсем меня покинула было конечно у нас были метели у нас показывал колчин показывал свои что уже там пчелки летают у него какую-то пыльцу там первую понесли откуда-то вот я еще удивлялся а у нас в это время были метели реальные да вот но сейчас снег сошел сегодня плюс 5 градусов и пасмурно но относительно тихо я на пасеке теперь на пасеке я буду каждый день потому что пасека большая и как бы ну надо делать работы и есть работы которые можно делать чуть раньше который можно оставить на более поздний срок вот сегодня наконец-то мы вернемся затронем вопрос потерь на моей пасеке я отвечу на те вопросы которые поступили буквально вот вчера сегодня вот пока я не забыл ну о потерях я долго о них не говорил потому что я честно говоря не знал что отнести к потерям потому что у меня зимовка началась очень сложно я рассказывал две семьи у меня ослабели после медосбора два отводка тоже ослабели я определил что это была сильная заклещованность вот я их совместил все вместе но они это этот сборный отводок не не ушел в зиму так будем говорить одна была потеря у меня очень обидно это инструментальная матка непонятно по какой причине пчелы от нее отказались я подозреваю что это была последняя обработка бипином вот потом я уже перед самой во время на зимовке я заглянул туда а вернее чуть-чуть раньше я заглянул туда посмотрел что в семья не собирается в клуб очень много подмора пчела летает и в холод и в ноги в жару там я шучу конечно прожару вот я посмотрел сделал осмотр этой семьи матки не было а были разгрызанные свечевые матки и я понял что по всей видимости во время обработки последний бипином то ли она потеряла свой запах и пчелы ее не поняли убили они не знаю почему они убили свою матку вот они начали менять ну а так как это уже было предзимье если вот у руслана ковзарь матки в октябре облетываются еще у нас уже ни при каких условиях они не облетаются поэтому и отводок начал слаб я подсадил им перед зимой я соединил с другим отводкам но через какое-то время они и там матку грохнули и ослабли и спасать уже дальше было ну не было смысла его потому что семья просто растаяла она тоже зиму не пошла или это можно отнести их потерям вот и уже ближе ближе а потом наступила зима и для меня наступило такое спокойствие как бы нету потерь хотя мне звонили мне говорили что там-то 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 но например мой учитель и 120 потерял 90 семей до у него 30 осталось и сейчас еще тают семьи вот поэтому как-то вот так вот смотря с чем сравнивать но самое страшное самое обидное что у меня случилось а по моей глупости я загубил порядка 10-12 отводков в своем цеху что произошло цех был построен поздно осенью окончено строительство залиты полы туда-сюда и строитель товарищ мне сказал серега смотри там благо будет выходить всю зиму а цех сырой но я посмотрел вроде бы держал там двери открытыми там стены трогал там вроде ну не строитель дерево и вы знаете я из некоторых улев перенес туда в шестирамочники от водочки которые посчитал что они слабее перенес их туда а потом и как бы все нормально было я перестал за ними смотреть я снял крышки накрыл просто холстиками их они хорошо зимовали а потом у нас после 8 января ударили морозы сильные было до этого до 8 января было там плюс 6 плюс 8 плюс 5 градусов снега не было шли дожди там вообще я поражался кто смотрел ролики помнят этот момент вот но потом ударили сильные морозы и я просматривая один из роликов кого-то из подписчиков уже знаю на этого человека подписан он показывал омшанники там вылазила пчела и один из комментариев я прочитал влажность большая я пошел к себе посмотрел у меня весь пол усыпан пчелой я беру за холстик а он просто как будто его замочили в воде понимаете вот такой влажности то есть ударили морозы и влагу выдавила во внутрь по всей видимости я начинаю открывать отводки все отводков нету для меня это был очень сильно большой стресс я какое-то время замкнулся себя ругал ну глупость понимаете глупость там были хорошие молодые матки вот самое обидное что и отводки которые шести рамочниках зимовали на улице они спокойно перезимовали до 2 отводка у меня уничтожили мыши два отводка у меня уничтожили мыши это в шести рамочниках самодельных прогрызли дно я не обратил внимание они всю зиму не питались питались тот момент глянул а там осталось оставалось горсть пчел она просто на рамках застыла при наличии меда всего остального вот вот такие да такая неудачная в целом зимовка была вот но и вроде бы все да вроде бы все как я вам сказал ну теперь я хочу вернуться к тем вопросам которые прозвучали одну минуту вот ближайший отводок который я буквально недавно переносил ну вот посмотрите какой отводок по улочкам посмотрите вот пчела такая желтит желтит ой 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 сейчас закрою а то ветерок пошел а вот это отводок один который у меня в цеху спасся я его тоже вынес на улицу вот сейчас я вам покажу конечно пчелки сейчас там вот уже тот облетик у них был беспокойно вот посмотрите да в какой степени была влажность вот холстик уже просох сейчас я буду но не сегодня на днях я буду пересаживать конечно этот холстик по уйдет под замену но что есть что случилось то случилось и так бы если бы ну а если бы не потерял такая крупная вот этих отводков то я считал бы в целом по такой зиме которая у нас была я считал бы что для пасеки 100 плюс ну и на тачке который у меня находится в черемашном там ни одной потери семи семей не было все семьи остались сильными вот за зиму я им туда докладывал меда меда и канди вернее я им вложил канди а мед им буквально сейчас последний раз отвез ну и ближайшее время как поеду туда я недавно там был поэтому смысла мне ехать туда ближайшее время нету только вот если будет сокращение гнезд но там такие семьи знаете они если ушли на девяти рамках там наверное сокращать ничего не надо вот ну может быть при отходе пчелы зимний будет более слабый переход и надо будет поджимать но это по ходу сейчас я вам хочу показать еще один момент о котором спрашивают то есть с курской области товарищи написал сергей осталось а там буквально две рамочки пчелы и если вы помните я вчера начал снимать ролик и говорю этот ролик будет сниматься два дня не получилось почему потому что у меня тоже было два таких слабых слабых отводка но там горсть пчелы оставалось и я думал сейчас дотянет да я буду их подсиливать начну подсиливать что можно но у меня не получилось потому что при осмотре этого отводка там не оказалось матки ну вот то есть семья таяла 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 и когда уже понял что надо ее спасать вот посмотрел там матки не оказалось а и я ее соединил с другим отводкам то есть как бы попытался спасти ту пчелу и усилить этот отводок что у меня получилось ну давайте сейчас посмотрим это вот что можно сделать вот к этому двухрамочному вашему отводку семье который сильно ослабо ослабла сейчас март месяц сейчас можно взять у сильной семьи рамку с пчелой без расплодов но это обычно там крайне или предпоследняя рамка внимательно посмотрите чтобы не было матки на этой рамочке потому что она сейчас начинает гулять смотреть на может можете зацепить да и поставьте рядом с этими двумя рамочками своими эту рамку с пчелой пчела перейдет к матке она ее усилит поддержит ее на этот момент сейчас ни в коем случае нельзя давать если у вас даже есть расплод в семьях вот ни в коем случае нельзя давать расплод этим слабым ослабшим семьям зимы почему они себя согреть не могут они матку не могут сыграть а им еще надо будет расплод они так уже на грани опонашивания были от хорошо вот у нас какие-то облетелись и поэтому дайте рамочку пчелы и еще один вопрос был с кавказа позвонил мне тоже подписчик сергей посмотрел у нас уже пчелы летают уже пыльцу носят посмотрел три рамки горбата расплод что делать ребята смело и у него матки меченые матка определили мы что она отрутневела придавите матку от нее толку уже не будут не будет а этот отводок соедините сейчас отводки соединяются очень легко два отводка у него есть отводок с тремя рамками где есть матка вот и этот а это пчелы много 6 рамок пчелы но надо эти три рамки поставить у ли где есть облетев ну вернее плодная матка если вы боитесь сделать поставьте через заставную вот сбоку они перейдут к матке если же нет но через газету он сказал я буду пробовать через газету объединять ну и через газету я летом это делаю вот но надо при этом не забывать что если вы объединяете через газету то отводок семья с маткой должны быть всегда сверху потому что пчелы должны подняться к ним наверх вот сейчас эти работы ребята надо сделать кровь из носа для того чтобы спасти те слабые отводки которые у вас есть отводки семьи разницы нет как мне уже сказали что перезимовавший отводок это уже семья полноценная вот поэтому разницы нет как вы назовете это самое главное спасти пчелу и так значит если у вас две рамочки до пчелы а там может быть и горсть то возьмите рамку с другой семьи и поставьте боитесь поставьте через заставную все равно перейдет потом через сутки через двое подойдите когда пчела перейдет туда уберите самую пустую уберите самую пустую рамку сожмите этот отводок и добавьте туда метку сбоку поставьте скройте рамочку дайте им возможность еще и второй случай да если матки начнут вы уже осмотрели и матка отрутневела вот то надо матку убрать и отводок соединить как вы будете соединять способов много я я честно говорю что мои ранний до 10 до 15 апреля я соединяю вот таким образом как я сказал ну а вы пробуйте через перегородку и сейчас мы посмотрим ту семью которую я объединил что там у них произошло ну вот если посмотреть вот меточку там вы видите желтая маточка вот как бы объединился этот отводок вскрыл я им рамочку очень они конечно злые сюда подставлю ну и все следующее движение в этой семье сейчас я их утеплю вот подложу им метку ну вот друзья такие вот работы у меня предстоят сейчас на пасеке что-то делать другое не позволяет погода в первую очередь нам необходимо оказать помощь слабышам потому что как я убедился по прошлому году то что мы посчитали с вами потери зимние это еще не факт наибольшая потеря семей ослабил ослабление их происходит именно как раз вот ранней весной если весна затяжная если им не помочь в этот момент а думать что ну а жили облетелись потянут ребят не всегда потянут и самые обидные потери это когда у вас уже пчелы облетелись и вы думаете что все нормально а у вас семья ослабила такой степени что матка или слетит понимая что эта семья не имеет права для жизни да или же еще что-то с произойдет и вы ее потеряете вот поэтому желаю всем хорошего весеннего старта у кого еще весна не наступила я вам желаю чтобы она наступила как можно быстрее вот ну а всем тем как у кого весна уже близко вот у нас еще не у нас еще не весна еще идет зимовка но уже что-то можно делать на пасеке поэтому когда я на пасеке я живу я радуюсь я вот хожу я понимаю что надо мусор убрать надо вот ветки за зиму убрать там пакетики какие-то набросаны мусор поджигать убрать там что-то вот это вот это от этого душа поет поэтому всем вот такого же хорошего весеннего настроения с вами был сергей лукинцов о